В прошлом году мы купили фургон. Ничего не понимая об этом, мы взяли очень проблемную машину и почти год мотались из сервиса в сервис, чтобы вылечить все болячки. Потратили очень много денег и нервов. И вот машина почти готова. Мы совершили две большие поездки на 14 тысяч километров и поняли, что пора начинать заниматься благоустройством машины. Следующая наша поездка запланирована на июль. И в эту поездку мы хотим отправиться на полностью укомплектованном Вэнлайф мобиле. Не сказать, что мы рукастые. Поэтому все работы доверим профессионалам под нашим чутким контролем. Все цены и подробные рассказы о начинке авто будут в финальном ролике. Забегая вперед, это будет 4-х эпизодный сериал о том, как строили наш бус. Итак, серия первая. Электрика и музыка. А 220 мне безопасно, как бы сделать? Сможешь сделать. Делали мы уже такое дещо. Что хотите от него запускать? Ноутбук, чтобы хотя бы заряжался. А, просто ноутбук. Ну и вообще хотелось бы, конечно, в перспективе, чтобы холодильник был. Вот, я про что и говорю. Если в перспективе хотите холодильник, есть вещи. Инвертор называется. С ровной синусоидой. Я могу вам скинуть сайт, но сейчас не знаю, сколько он нашими сейчас ценами будет стоить. Но только он будет работать с холодильником. Холодильник очень требователь к синусу. И это очень важно подобрать. Потому что мы уже не один делали автодом, который с холодильником. И это очень важно. Ровно синусоиде, чтобы было. Ну это плюс-минус, сколько он может стоить? Блин, не обмануть в районе 15 тысяч. Ладно, то есть вы говорите, 15 тысяч, это что будет стоить? Преобразовать. Только сама штука. Это та штука, которая вам будет, как домашняя розетка. Я понял. Ну это просто, то есть надо еще закладывать аккумулятор, да? Конечно, да. И что еще? То есть вот вся работа, вся работа, сколько вот? Ну грубо говоря, я приехал, мне говорю, надо вот это. Ну то есть чисто работала? Нет, 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 все, я приехал, отдал деньги и уехал. Сколько это я отдал? Вы сейчас зачем меня подводите? Надо считать это так. Нет, ну плюс-минус, я не говорю, что четко, точно там. Не скажу, даже плюс-минус тебе скажу. Зачем сейчас обманывать вас будут? Не работает. Надо же посильнее. Да, боимся. Стук с ноги. С самого первого дня мне удалось подружиться с мастерами из студии автозвука. И все три дня я находился в мастерской, клея виброизоляцию и периодически подснимая их работу. Чтоб не ржавели болты потом, если там снимать. Я так не хотел сказать. Потому что если зажарить, то мне ничего не снять будет. И вот эти места, где мы, получается, просверлились, защита для них будет. Они же там голый металл получают. Сейчас они будут под защитой. Уже будет по-фигу. Это уплотнение между дверью и динамик. Для того, чтобы меньше звук под карту уходил. Чтобы пластик меньше дребезжал. Это как уплотнитель идет. Дверь потом закроется. Ну, в смысле, этот, посадка, обшивка. Первый запуск. Поет. Тут нас ждала мини-фиаско. Собрав панель, я подключился к блютусу. Но магнитофон не хотел корректно работать с айфоном. Качество звука было просто никакое. И через USB он также не хотел определять айфон. Пришлось выбирать другую магнитолу и экстренно все переделывать. О том, какая магнитола нам не подошла и какую мы поставили, я расскажу в финальном ролике. Че прикатываешь? Так вот это. Так вон, начало этот. А, шумит? Да. А, ну, ты прям подготовился и все виды купил. И зубчатый, и гладкий. Ну, там говорят, да, это полегче. Я говорю, блин, поедем на этот, как он зовут, на One Life Fest. Пускай Вика там катает что-нибудь. А потом мы начали открыли там одним мастерам. Я говорю, б**ть, ты как плохо приклеил. Я говорю, в смысле? Он так достаточно, вот, квадрата. А это, когда я... Стой, ты знаешь, че, вот ты сейчас залепил. Да. А тут какие-то отверстия были? Так, вон, смотри, с трой стороны. А, ничего не было, да? Да, там вот, знаешь, от отверстия вон там вот есть. Чтобы продолжить работу по электрике укладки проводов, нужно было демонтировать нашу старую лежанку. И примерно прикинуть, где что будет. Да, я какую-нибудь баночку носил. Ломать не стоит. Это мне? Да, мне. Ну, быстро это произойдет. А, ломать не стоит, ломать не стоит. Я думаю, что я что-то делаю. Неделю строили эту херню. За пять минут разобрали. Кстати, это Андрей. Он будет делать нам мебель. Но более близко с ним вы познакомитесь в следующей сервере. По внутренней части. То есть, чтобы это нам внутри было. Подожди, пока не клей, просто вот так приложи. Так, это вот этот ящик, правильно? Правильно. В общем, кто-то работает. Кто-то тоже работает. Кто-то кальян делает. Мы по бартеру. Нам мебель по бартеру делают. На кальян, да? Нет, я так не работаю. На смысле не работаю? Договорили, да? Следующая ниша сколько нужно? Ну, сделай сколько? Четыреста. Четыреста. Окей. То есть, здесь мы делаем ящик не выкатной или выкатной? Не выкатной, дыра. Здесь не выкатной, дыра. А здесь мы делаем выкатной. Да. Тогда на него будут двойные направляющие. Потому что 700 это очень огромный ящик. Ширина, по ширине и по глубине я считаю. Это будет большой ящик. Поэтому лучше бы его... Подожди, а с другой стороны... А, надо еще для холодильника... А, вот еще. Для холодильника надо. Для холодильника надо. Понятно, что надо. Мы же пока плюс-минус накидываем, да? Нет. Все, финально. Ну, лучше, конечно, чтобы я потом минимум перерисовал. То есть я же рисовать буду? Ну, понятно. Да. Просто получится так, например, что холодильник там... Сейчас примерно, прикинем, он там 30 будет, а по факту... А давай его вот сюда рядышком с этим поставим. С кухней. Да. Ну, она выезжать куда будет? Да. Куда будет все это? Да. А мы же так придумали, да? Не знаю. Скажи финально, куда ты хочешь. А, ну, куда выезжать. Выезжать будет? Ну, не на дорогу же. Короче, да. Ну, и оставляем, как оставляли, туда выкатывается, а холодильник просто поставим вот сюда. То есть мы будем просто подбирать холодильник, который... Для него какой-то тоже нишу надо будет, чтобы это все было в стиле, чтобы не получил, что отдельно стоящий какой-то предмет. Правильно? Ну, который какая-то полость, просто мы туда его в чик подкнули, да? Он будет сверху открываться? Я думаю, да. Ну, да, то есть ему какой-то короб сделать, чтобы все было в едином стиле, чтобы не было, что он в чемодан у них не стоял. Ну, кратико, Владимир, там это понятно. Все, мы тут сверху подметили, да? Да, вот эта ниша. Вот как раз у тебя под штативы, под еще что-то. Разгрузив нашу кладовку, мы отправили машину на следующие процедуры. Что за расчеты идут? Расчеты на проводку, акустика, силовая проводка, коммутация. Все, все, что нужно будет спрятать под мебелью. Тут главное больше плюсовать. Больше плюсовать? Да. А от этой фишечки мы в итоге отказываемся, да? Пока прячем ее, да. Почему? Мы не отказываемся, мы ее прячем. Мы отдельно запитаем питание для того, чтобы жилой отсек питался до второго дополнительного аккумулятора. Чтобы хозяин мог спокойно прилечь, а утром проснуться и запустить автомобиль смело от другого аккумулятора. Даже если забыл выключить свет. Это что за мусор? Провода от туманок. А должны они выглядеть как? Так. В общем, заехал поставить колонки. В итоге парни мне делают туманки, фары. Раскидывают электрику. А я просто хотел убрать кассетный магнитофон из машины. Насос питания воды для душа. Нужно питание покинуть. Вот считаем. И проектор надо будет дальше. Так, ну ничего, уже нормальные листья это? Мы тебе уже пошли в ход твои листочка. Так это я вот на всякой крыше взял. Еще надо будет один листья убрать? Скорее всего, да. Как мне сказали, я был первым владельцем авто, которому позволили на протяжении всего хода выполнения работ находиться в студии. И попросили обратить внимание в ролике, что это был суперэксклюзив и больше так никому не позволят. Но это не точно. Третий день начался с виброизоляции передних дверей. Так, Артем Владимирович. Да. Я бы вас сейчас попросил сделать запуск. Убилителя внутреннего сгорания. Это я могу. Так, все, запускаем. Запускаем. Сейчас закумарит там жестко. Чуть-чуть давай. Ну как. На полшуточки давай. Все? Ну пошло. Теперь можно видео заснять. Сейчас мы с вороток прорачиваем. Так, что происходит? Ну, первый запуск тестовый. Блок ура, который разделяет нам основной аккумулятор от дополнительного. Сейчас у нас питания на контрольке нет. То есть у нас лампочка не горит. После запуска, когда генератор хочет давать зарядку, у нас должна загореться лампочка. Значит, цепь работает исправно. Все, выключилось. Потушили, выключилось. Что? Продолжаем монтаж. Ладно. Иди тишунки. Все, пошел. У меня еще почистить надо. Можно? Ну, можно. Ладно, спасибо. Это что? Ну, сейчас я буду смотреть, куда-то подключать. Панельку. Это я принес, да? Кажется, ты принес. Надо, пошел дальше чистить. Здесь создал видимость работы, что я здесь что-то шумлю. Уже все пошумел. Можно, конечно, еще. Нет предела совершенству, но на наш любительский уровень говорят, как все идет. Да? Вот единственная проблема, что я не закрыл окно. Ну, сейчас сюда пихать шумку будет не очень удобно. Надо, наверное, их чуть-чуть разделить. Там же, типа, еще будут эти делать, да? Пум. Куда держался? Я пока. Потом, ну, как бы, я кину, как, ну, каверя прокинуть. А потом там будет двигатель, же замик. Теперь не он будет двигаться сам. Как ему уже там нужно. Ну, как мне нужно. Не всегда. Там мастер скажет, да мне кофе, в чем он хочет, но не залезет по-другому. Эти провода у нас были включены в смету? Или провода у вами были уже куплены при покупке преобразователя? А-а-а. Это было в комплекте. Просто у нас меняется стоимость. Каждый час проекта. Причем не в меньшую сторону. А это что за капна? А это вот вся разводка умного дома. Это управление всеми розетками, светом, проекторами, засосами. Причем еще розетки даже нету, да? Ну, как нету. Провода же есть. Открыл, включил. А почему он мне не себя нужен? А зачем он тебе нужен? Вот ты ездишь, зачем он тебе нужен? Пусть я там у холодильника, допустим. Ну, все, включил, пускай он работает. А-а-а. Ну, вот тебе надо выключить этот дверк, ты выключил его и все. Ну, допустим, ушел я на неделю куда-то, да? Да, конечно. Так, а это вот сейчас одна розетка, да? Одна розетка, от нее можно сделать от обвинителя. Ну, там вы уже с этим, с мастером, когда будете мебель делать, можете по мебели раскидать. То есть, розетку вставили и развивали там по мебели, где вам нужно будет. Ну, если это нужно будет. Типа тройник сюда сделан? Да, да, сделан. Здесь так вот панельку сделан. Ну, лучше вот так, да? Ну, да. Так будет лучше. Ну, вот, все. Сейчас коммутируем, все собираем. И готово. Что, пока этот потолок шумлюет, да? В смысле? Делаем потолок. А, потолок? На всю делать? Нет, потолок пока не катать. Но еще авокус не пройти нужно туда. Ну, что вы, Достяш, хотите сделать? Сейчас, старая. Так, что-то там горит, и что там горит? Это показывает свитчер, сколько у нас отражения на вот этом аккумуляторе. Без заведенного двигателя. То есть, он сейчас работает автономно. Аккумулятор отдельно. Установленный в этот, в салоне. А тот сам по себе под капотом установлен. Теперь будем делать запуск. Пойдем, ключи вон там загружить. Так. Так, сделаем. О, сейчас и будет это, баба. Нарядочка пошла, а аккумулятор заряжается. Ну что? Электричество убыт, ноутбуки заряжаем, едем, работаем нормально, не переживаем, что мы где-то останемся без электричества. Решение же все равно придет. Что происходит? АУКС не работает на магнитоле. Да, все работает. А что там, я не слышал? Витя. Витя. Витя сейчас 10. Витя сейчас 10. На этом первый эпизод заканчивается. В следующей серии мы будем делать мебель, а в третьей переклеивать цвет автомобиля. Но это если успеем заработать денег. А для того, чтобы не пропустить следующий ролик, нужно всего лишь подписаться и нажать на колокольчик. Ну а если еще поставите лайк и комментарий напишите, то мне будет вдвойне приятно. Ну все. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует...